Вы говорили, что если мы впитали в себя самую суть программы «Внутренняя инженерия», само наше присутствие будет трансформирующим. Не могли бы вы объяснить это подробнее? Думаю, что говорил об этом несколько дней назад на одном из даршинов, но, может, не заострял на этом внимание. Я сказал, что Шамбови Махамудра — это не практика. Это как… У нас есть храм Дьянолинга. Кто-то подметает храм, потому что ритуалов для поддержания Дьянолинги не нужно. Кто-то подметает, кто-то чистит, кто-то поддерживает атмосферу. Вот и всё. Делают ли они что-то для Дьянолинги? Нет. Они просто делают что-то с полом, с атмосферой и тому подобным. Как только вы получили Шамбови Махамудру, всё обстоит таким же образом. Это определённое освещение. Я всегда говорил, что самое простое — осветить живого человека. Не зря человек — пик эволюции на этой планете. Это лучший материал, который только можно себе представить. Единственная проблема с людьми. Когда они приходят на инициацию, они потрясены. В их глазах слёзы экстаза. Через несколько часов или дней, в зависимости от человека, они повернут назад. Не все, но очень многие. Обычно самые унизительные слова, которые они используют против меня — это «Это всё прекрасно, но мы должны вернуться к нормальной жизни». Это ужасное оскорбление. Они говорят, что быть умиротворённым, радостным, испытывать блаженство — это ненормально. Страдать, беспокоиться, волноваться — быть просто ничем. «Это нормально», что очень оскорбительно для меня. Из-за этих глупых идей о своей нормальности они будут поворачивать назад. Они сделали инвестиции в страдания. Мне потребовалось много времени, чтобы осознать это. Когда это случилось со мной впервые, я сидел вот так, охваченный экстазом. Я думал, вот оно, я наполню экстазом весь мир. 38, почти 39 лет назад. Я составил план, как за два с половиной года сделать так, чтобы весь мир пребывал в экстазе. Разве найдутся те, кто этого не захочет? Молодость — глупо. Мне было 25, и я нашёл золотую жилу. И думал, что могу это сделать, потому что для этого ничего не нужно делать. Если вы просто будете сидеть здесь, не вовлекаясь в свой ум, вы будете в экстазе. Я подумал, кто же этого не захочет? Что-то настолько простое и настолько невероятное. Кто этого не захочет? Спустя 39 лет... Я понемногу осознаю, что у людей настолько значимые инвестиции, которые они сделали в своё страдание. Даже если показать им, как жить в экстазе. Если им нужно будет пойти куда-то, они захотят взять с собой эту подушку или даже весь диван. На ранних программах внутренней инженерии я одевался совсем не так. Потёртые джинсы, футболка — очень прямые высказывания. Моя речь тогда была далека от корректности. Я мог сказать что угодно. Я расхаживал туда-сюда. Я мог объявить четырёхдневную программу, но иногда она растягивалась на шесть дней, иногда на двенадцать, по-разному. Но никто не понимал ни слова из того, что я говорил. Даже сейчас никто не понимает. Но их жизни преобразовывались. Потому что это работает только таким образом. Никто не трансформируется из-за слов. Слова нужны, потому что они настолько глупы. Если попросить их посидеть здесь, они начнут сходить с ума. Нужно им что-то рассказывать. Даже этот даршан. Даршан значит, что я просто должен сидеть здесь, а вы должны смотреть. Если я буду просто сидеть, вы начнёте сходить с ума. Что он делает? Он просто сидит, а нам на что смотреть? Так что мне приходится говорить. Но в противном случае в словах нет необходимости. Если я просто зайду в какую-нибудь деревню, все жители просто разрыдаются, потому что они не так высоко ценят все эти слова. Так что мы осветили вас с Шамбови. Если вы живёте этим, то в рекламной кампании нет нужды. Проди внутренней инженерию, проди внутренней инженерию, своей жене, мужу, детям, пожалуйста. Просто... Потому что они ничего не видят. Вы говорите прекрасные слова, но им нужно увидеть прекрасные изменения. Не так ли? Когда они видят вас, они должны думать, «Ух ты! Я хочу быть таким!» Если это произойдёт, то произойдёт трансформация. Но поскольку это освящение, то в некотором роде мы пытаемся создать ходячие храмы. Если я построю храм из камня, он будет только в одном месте. Его никуда нельзя будет отправить. Диана Линга, если вы открыты, поскольку это не физическая форма, он доступен везде. Но для этого требуется определённый уровень восприимчивости. Вот почему мы подумали, что создадим миллионы ходячих храмов. Так что, когда вы куда-то идёте, те из вас, кто инициированы, когда вы куда-то идёте, когда вы сейчас у себя дома, вам необходимо понять, что у себя дома вы храм, на улице вы храм. Вам нужно знать это. Люди будут подходить к вам определённым образом. Вам не нужно ничего проповедовать, не нужно ничего рекламировать, не нужно делать татуировку внутренней инженерии у себя на лбу. Во всём этом нет необходимости. Просто будьте такими, что вы постоянно отвечаете неограниченным образом, без какого-либо ощущения границ. на уровне эмоций. Вы словно мать для всего мира. Не делайте ничего. Просто сидите здесь, и люди трансформируются. И не только люди. Растения будут отвечать, животные будут отвечать. Всё вокруг вас, даже неодушевлённые объекты, будут реверберировать по-другому. Я говорю вам это совершенно точно. Есть много книжных учёных, которые сразу же скажут, он распространяет псевдонауку. Их представление о науке рудиментарно. Настоящий учёный никогда такого не скажет, потому что он знает, что мы исследовали лишь крупинку, а то, что осталось неисследованным, бесконечно. Так что кто бы что ни говорил, если вы только поймёте эти две вещи, если вы больше ничего не поняли, вам просто нужно сохранять чистую атмосферу. Например, есть храм Дианолинга. Насколько мощным он бы ни был, если мы вывалим кучу мусора перед храмом. Даже если храм по-прежнему очень мощный, люди туда не пойдут. Но если поддерживать его определённым образом, то люди пойдут. Так что практикуйте только это. Убирайтесь там и выметайте паутину каждый день. Вот и всё. Вы не делаете ничего, чтобы зарядить его энергией. Это не шакти Чалана Крия, в которой вы пытаетесь построить что-то. А это долгий процесс. Вот почему мы переключились на Шамбове. Потому что не увидели ни упорства, ни решимости, ни даже серьёзных намерений, чтобы работать и выстроить себя до другого уровня. Потому что для этого требуется много работы. Крия и йога требуют много работы. Вот почему мы пришли к Шамбове Махамудре. Мудра означает, что всё уже на месте. От вас требуется лишь испытать это. Жить этим. Вот и всё. Вам не нужно делать это. Просто каждый день сметать паутину, мыть пол. Вот и вся работа. Остальное случится. Следующий вопрос от Виджея Даса. Намаскарам Садгуру. В одной из цитат вы сказали, «Саддана — это не путь. Но без Садданы пути не существует». Я не понял этого высказывания. Не могли бы вы объяснить мне смысл этой цитаты? Нет. Если я скажу тебе это вечером, ты не поймёшь. Когда у тебя в пять утра зазвонит будильник, внезапно ты поймёшь. Что такое Саддана? Потому что очень многие люди сказали, что не нужно делать ничего. Даже Садгуру много раз говорил, что ничего не нужно делать. Что ничего не делать — это самое высшее. Зачем тогда просить меня вставать утром и делать что-то? Я не буду делать ничего. Ничего не делать — значит, что вы не должны спать, не должны храпеть. Вот что значит «ничего не делать». Спать не значит не делать ничего. Вы же спите. Ничего не делать — значит, что вы не спите, не думаете, не чувствуете, не храпите. Вы не делаете ничего. Просто. Но для этого требуется невероятный уровень осознанности и живости в системе. Этого не произойдет просто так. Так что сейчас лучше сделать что-то. Используйте инструменты. Саддана — значит инструмент, а не практика. Вы используете инструменты. Без инструментов люди были бы ничем. Мы были бы ничем без нашей возможности использовать инструменты. Так что если вы хотите, чтобы с вами что-то произошло, нужно делать определенные вещи. Однажды в ресторан пришел один очень беспокойный и шумный посетитель и уселся за столик, который был зарезервирован для другого человека. Но он преспокойно уселся там. Он махал официантом, но они его игнорировали, потому что тот сидел за чужим столиком. На нем была табличка зарезервирована, но он просто сидел там. И тут он крикнул во весь голос. «Да что мне, черт возьми, сделать, чтобы мне здесь принесли стакан воды?» К нему подошел менеджер и сказал. «Сэр, можете поджечь себя? Тогда воду сразу же принесут». Вы поджигаете себя, и тут же появляется огромное количество воды. Не просто стакан. Так что саддана нужна для того, чтобы поджечь себя, чтобы вы могли привлечь на себя нечто. Это инструмент не только для здоровья и благополучия. Это инструмент для того, чтобы привлечь измерения, которого еще нет на данный момент. Следующий вопрос от Диши из Бангалора. Как заставить ум работать на нас? И как полностью избавиться от его истощающего подсознательного программирования? «О чьем уме она говорит?» Нет. Жены хотят, чтобы ум их мужей работал на них. Мужья хотят, чтобы эмоции их жен работали на них. Да. Это не шутки. Знаете, В такие времена мне бы следовало просто утешать вас. Не волнуйтесь, я с вами. Все будет хорошо. Но что поделать, я не такой. Я реалистичный дурак. Вот в чем моя проблема. Вы можете быть реалистичным дураком или нереалистичным дураком. Вот и все варианты, которые вам доступны. Если вы считаете себя умным, то вы тот еще дурак. Так что я реалистичный дурак, а не нереалистичный. Реалистичный дурак значит, что вы всегда опираетесь на то, что правильно в данной ситуации. Мы не ждем, что Супермен или Человек-паук свалятся на нас откуда-нибудь и сделают что-то для нас. Видите всех этих змей, которые висят здесь? Они ничего не могут для нас сделать. Они просто там висят. Мы наслаждаемся ими такими, какие они есть. Мы не ждем, что они придут и поднимут нашу энергию кундалини. Нет, есть такие люди. Если поставить здесь большую змею, они подумают, что если смотреть на такую змею и почитать ее, она придет и проявится в них как энергия кундалини. Вот почему мы повесили их там, в цепях. Вы до сих пор еще не прояснили, чей ум вы хотите контролировать. Потому что обычно это то, что мы называем семьей, это то, что мы называем обществом, что значит, твой ум должен работать на меня. Если мой собственный ум не работает на меня, это не проблема. Твой ум должен работать на меня. Ты должен думать так, как я хочу. Ты должен чувствовать то, что я хочу. Если я сам этого не испытываю, это не проблема. Ты должен чувствовать именно такие эмоции ко мне. Когда вы говорите, ты должен любить меня, ты должен испытывать ко мне любовь, что это значит? Это значит, что я хочу, чтобы твои эмоции были такими, как мне хочется. Нет. Вы можете решать только за эту жизнь. Я могу решать, какими могут быть мои эмоции, какими могут быть мои мысли, какими должны быть чужие мысли и эмоции. Это не мое дело. Но все люди думают именно об этом. Но я уверен, что Диша замечательная девушка, и она спрашивает именно о своем уме. Как контролировать свой ум? Сначала вам нужно решить, хотите ли вы контролировать свой ум или освободить его. Все вы, кто всегда думает о том, как контролировать свой ум, сначала решите для себя. Вы хотите контролировать его или освободить? Ну тогда я сойду с ума. А кто сказал, что вы сейчас не сумасшедшие? У вас есть справка? Однажды в Бангалоре у 16-летнего или 17-летнего мальчика возникли проблемы с психикой. В те дни, когда я был молод, к таким вещам относились без должной чувствительности. И если у кого-то появлялась небольшая психическая неравновешенность, про него сразу же говорили, что он сумасшедший. И вот его начали лечить в психоневрологическом институте Нимханс в Бангалоре. Он пробыл в стационаре около 3-4 месяцев, а потом вернулся домой. По вечерам мальчишки собирались в одном месте, и он тоже туда пришел. И там началось. Ты тронулся, да? Сошел с ума. Ты псих? Ведь ты провел в психушке 4 месяца. Ты совсем ку-ку. Мальчику было обидно, но он не знал, что делать. 2-3 дня он ходил туда. Каждый день они над ним издевались из-за этого. И вот однажды он выточил из кармана бумагу и сказал, смотрите, у меня есть справка от врача, что теперь я нормальный. А у вас есть такая? В больнице ему выдали справку, что теперь он в норме, что он в состоянии вернуться к обычной жизни. А у кого-нибудь из вас есть такая справка? У вас такой нет. Только у меня есть такая справка. Кто теперь здесь нормальный, а кто нет? Так что, во-первых, Диша и все остальные, просто как следует разберите этот вопрос в следующие 24 часа. Вы хотите контролировать свой ум или освободить его? Может быть, завтра мы поговорим об этом.